Братья и сестры, здравствуйте. Я вот заметил такую вещь одну, что когда рассказываешь что-либо, касающееся конца света, сгущения туч, приближения последнего дня, в общем, такое, тревожно-трепетное такое, но оно еще имеет политический окрас, поскольку антихристовые процессы, они всегда одеты в политические одежки, то это собирает аудиторию. Людям это интересно, они со страхом, но с интересом, лезут к этой огнедышащей пасте, посмотреть туда поглубже. Когда говоришь им о чем-то правильном, хорошем, нужном, непременно нужном, но таком более спокойном, нет, интереса нет. Вот, в общем, повторяются такие какие-то странные вещи, которые, видимо, свойственны человеку. Я помню, в средние века один монах, там в экземплах это пишется, в примерах различных проповедей средневековых проповедников, значит, был удручен малым числом людей, ходящих в храм. И он сказал им однажды же, на следующей службе я покажу вам дьявола, приходите все, всем скажите, что я вот покажу вам, как бы вы увидите. То есть, набилось народу в церковь не продохнуть, и он там служил, молился с ними, все, а потом вышел на проповедь и говорит, вы пришли посмотреть дьявола. Ай, какие молодцы, вас вообще, в остальное время вас не соберешь, как бы, ну хорошо, говорит, я покажу вам, гляньте направо, гляньте налево, вы и есть дьяволы самые настоящие. Маленькие, правда, но настоящие. То есть, вы похотливые, упертые, гордые, завистливые, лукавые, говорите одно, делайте другое, лжете, обжираетесь, пьете. Короче, вот, вот, пожалуйста, какого вам еще дьявола нужно показать? Вот оно все перед вами. Конечно, народ этой мыслью пронялся, оценил остроумие пастора, его, так сказать, находчивость пасторскую, чтобы наполнить храм молящимися. Вот не знаю дальше, как они дальше ходили потом в церковь Божию на молитву, или они потом обиделись на него, что он их обозвал и обманул несколько, значит, так, ну, потроллил, так сказать, немножко. Что-то происходит сегодня и у нас такое. Хочешь набрать людей, как бы, так побольше, значит, такой, давай, пугай нас запахом серы, как бы, бегающим мефистофелем в виде пуделя под ногами, как бы, и вот этими кошмарами всякими, печатями, уколами, там, QR-кодами, сатанинскими знаками, там, сразу будет огромное внимание такое. Как рыбки на стук ногтя сбегаются с той стороны аквариума, такой, поглазеть там на того, кто там к ним подошел снаружи, так и мы сбегаемся на какую-то вот такую, ну, такую серную тематику, как бы, в этом есть что-то не то. Надо, чтобы человека интересовало вообще все божественное, чтобы он устремлялся к чистому и настоящему, к непоколебимому, потому что мы знаем из Писания, что видимое временно, а невидимое вечно, чтобы он стремился в невидимое, которое реально, оно реально, пока что невидимо. Надо стремиться к этому светлому, невидимому миру, небесному граду. Примерно подобный случай можно привести из жизни святого Николая Сербского. Он был страшно поражен сердцем до боли в костях, тем, что народ прекратил молиться, а кроме этого разболелся разными недугами. Например, богохульствовали страшно, когда играли в карты, они произносили самые страшные какие-то хулы на Деву Марию, на святых. Там, значит, и опять-таки пили там, и все там, и блудили, как бы, как сумасшедшие. Между Первой и Второй мировой войнами, описывается в житии Николая. И он это, он говорит, вы перепуганы были только что прошедшей войной, говорит, скоро будет еще одна. То есть за эти грехи нельзя без войны обойтись, будет кровь и наказание. И однажды он сел на осла и задом наперед, так что голова осла была там, а он, так сказать, лицом к хвосту осла. И так проехался, значит, в какой-то старой рясе со встрепанными волосами по городку, в котором служил. Проехался на осле на этом. Народ видел его, и все смеялись, думают, Никола тронулся умом. Говорит, ну, монах бедный, читал, читал книжки, молился, молился, постился, постился, видимо, и тронулся, видимо. Вот, и на следующее воскресенье все пришли в храм посмотреть, что он там будет вытворять в храме. Может, что-то отчебучит такое, опять смешное такое. Ну, видимо, тронулся, да? И он служил, правда, нормально, без всяких там фокусов, а потом на проповеди сказал им, говорит, ну что вы, пришли на дурака Николу посмотреть? Говорит, иначе вас больше в церковь не затащишь. То есть вы только вот этого вот солено-жареного ищете, значит, такого, странного, диковинного, непонятного и смешного, а просто Господь вас не интересует, а Слово Божие, о Евангелии, о Благодарим Господа, а вот это покаяние, прости нас и помилуй нас, и сохрани нас, это все вам больше не интересно. Вот я думаю, что это некий общечеловеческий недуг. И наш недуг тоже, недуг нашей аудитории, потому что говорит человеку что-нибудь из Слова Божьего, у него нету вкуса, как у больного нету вкуса к пище. Говорит, ну поешь немножко, говорит, я не хочу, он только что вышел из болезни, но не принимает тело пищи, не хочу, понимаете? Так вот это признак болезни. А вот про Антихриста, а класс, давай еще, жарь. А вот сейчас про последние времена, там, а вот про власть, там, сейчас поругаем власть. Давай, давай, нам надо это. Слышите, если у вас это есть, вы больные люди. А чтобы выздороветь, нужно воспитать себе вкус к настоящим ценностям. К Слову Божьему, к хорошей музыке, к светлым мыслям и к настоящему, к настоящему, которая пока невидима, но она гораздо реальнее, чем тот видимый мир, который мнит событий, а потом не будет его. Да, подумайте об этом. На досуге. Господь с вами. До свидания.